Доброе утро, Никита. Доброе утро. А мы тут, видите, в трамвае едем. Короче, вышли мы... Господи, язык заплетается, я сейчас сонная. Вышли мы вместе, едем в центр, Никита на работу, я по делам. Подкрасилась немножко, с волосами что-то сделала. Никита, опаздывай, да? Или уже не опаздываешь? Нет, мы еще спели на этот. А, вот. Короче, ехали, вызвали лифты. Как говорится, утро без переключения не может быть утром. Вызвали лифты, пока ждали. Один успел сломаться на 17 этаже. Приехал все-таки один, там уже ехал мужик с ребенком, мы зашли, едем. На пятом этаже останавливается, е-мое. На третьем этаже останавливается. И никто не заходит, главное. Вот самое обидное, что ладно, едем, успели на трамвай, Никита там переживал, что уже не успеет на работу, потому что у него зависит от этого трамвая. Если он на него не успевает, он не успевает на пересадку и все, кранты. Сегодня, как бы Кевина не будет, сегодня Никита сам работает, но все же. Там проверяется, во сколько было включено, все, во сколько был включен компьютер. И обычно не проверяется, а вдруг сегодня проверит. Типа, Кевина нет, и я еще и опоздал. Вот. Поэтому, да. Переживал Никита. Но все нормально, едем. Шумно, наверное, немножечко тут в трамвае, поэтому буду выключаться. Встретимся уже, наверное, либо когда я выйду, либо после дел. Ну, в общем, сегодня еще встретимся. Я уже дома, сделала себе чай. Сейчас буду греться, слушайте на улице. Вроде как я бы не сказала, что холодно, да, потому что ветра нет, как бы нормальная погода, но как бы когда руки не в карманах, то прохладно. Ну, у меня руки были в основном в карманах, но когда телефон нужно было достать, карту посмотреть или купить билетик какой, да, то ручки подмерзли. Вот, пришла домой, сделала себе мятный чай. Сейчас буду его пить, согреваться. Не знаю, новости полистаю, которые утром не полистала, потому что утром рано встало. Вот, и сегодня буду приступать к съемке видео. Конечно, сейчас пасло, но как-то немножко, не знаю, вроде погода была нормальная, ну, то есть, когда я вчера смотрела. Сейчас посмотрю, может, солнце выйдет где-то через час-полтора, то я его тогда дождусь и буду снимать уже в более солнечную погоду, потому что серую как-то не так, как-то не так, как-то не то. Блин, вот вчера было круто, вчера было круто, вчера было солнце, и это была просто шикарная погода, было все такое солнечное, яркое, сочное, прям вот мотивация какая-то появляется, когда солнце, а сейчас как-то пасмурно, как-то холодно, хочется забраться под одеяло, просто сидеть в одеяле с чаем, и что-то мне в сон клонит из-за этой погоды, не знаю. Но спать нельзя, ни в коем случае, ни в коем случае, потому что уже 10 утра, куда спать? Вот, сейчас посижу, посмотрю, какие-нибудь видосики, достала все ингредиенты, которые мне нужны, чтобы они не стали комнатной температурой, некоторые, вот, буду ждать. Никита на работе, я ему там звонила, сидит, говорит, балдеет, Кевина нету, он один сам себе хозяин, говорит, когда Кевин на работе, как бы, все тоже прекрасно, все отлично, но когда Кевина нету, то, как бы, нет такого, что кто-то сидит в офисе, да, ты с кем-то сидишь, ты сам, ты сам, сам себе барин, хозяин, сидишь, работаешь себе спокойно, там приходят к тебе какие-то клиенты, ну, в общем, да, конечно, мне кажется, мне бы тоже больше нравилось, когда ты один, надо вообще узнать, может, он может, там, допустим, один день в неделю дистанционно работать из дома, потому что Кевин как-то, вот сегодня он, походу, из дома работает, в пятницу он из дома работал, вот, то есть у него такое. Бывает, бывает, не знаю, с чем это связано, но Кевин иногда из дома работает, поэтому, я думаю, может, что, Никите тоже спроси, там, допустим, какой понедельник, либо пятницу из дома, и получается, когда ты дома, даже в домашней атмосфере, ты уже не воспринимаешь, что это как какую-то такую прям работу, ты так сильно не устаешь, потому что не надо ехать, да, то есть это дополнительный час поспать, вот, дополнительный час дома посидеть, а не возвращаться, ну, в этом, конечно, есть плюсы свои, но я бы, наверное, тоже не очень хотела бы все время работать дома, потому что ты начинаешь как-то так относиться к работе, что несерьезно, так скажем, мне кажется. Хотя, хотя, может быть, и наоборот, не знаю. Ладно, все, пью чаек, греюсь, а то он сейчас у меня стынет, хотя еще пяточек, вот, посмотрю видосы, полистаю новости. Так, ребята, я, короче, знаете что? Никита уже домой пришел, вот, смотрите, сидит. Мы только что поели, я еще до сих пор, видите, хожу в фартуфе, потому что я снимала рецепт, и я его еще до конца не досняла, вот, Никита съедает то, что у меня осталось от рецепта, вот. О, уже стемнело. Я с 12 дня снимала. Съела солнце почти во сколько? Почти в 6. Представляете, сколько времени занимает этот рецепт? Он-то делается быстро, но некоторые процессы делаются настолько долго, что меня это аж бездет. Я не знаю, что делать. То ли доснимать, когда Никита достримит, потому что сейчас нужно садиться стримить. Доснимать, когда Никита достримит. Там буквально концовку надо будет снять. То ли уже завтра ждать, когда будет дневной свет. Точно так же краситься, точно так же одеваться. Я не знаю. Но главное, что мы только что поели. Поели, короче, сосиски с макаронами. Вот. И сейчас будем пить чай. Никита захотел, говорит, что он не наелся, поэтому он будет есть бутерброды вот с такой вот пастелой. из лосося. Вот. С этим. С луком. Якобы из лосося. Там и шкурок лососевых, скорее всего. Вот. Я делаю чай. О, я вас тут на полочку поставлю. Слушайте, удобно. А что, показывайте, Класс, ты какой будешь? Молоком. Самый вкусный. Самый вкусный с молоком? Молоком, кстати. Я думала, что сегодня четверг, а оказывается, сегодня среда, и только завтра четверг, четверг, а послезавтра пятница, а послезавтра в пятницу к нам должны прийти гости. К нам должна прийти Марыща, а я себе мятную сделаю. У меня мятная заканчивается, у меня пакетика осталось. Должна прийти Марыща, и должен прийти Женя с дроном. Женек. Мы с ними тоже работали летом. Они что-то приехали в Данцик работать. На две недели, что надо, приехали. Да, на две недели работать. Не знаю, может, какая подработка там. А ты не узнал, где они работают? Ну, придут, да? Ну, придут, узнаем. Поговорим с ними, посидим. Вот, надо будет что-то приготовить. Нам прямо что-то кардинальное я готовить не буду. Так, курочку запеку. Вот. Что-нибудь там, пирожку, может, какую сделаю, да? И, ну, не знаю, что-нибудь такое. Банально, то есть, естественно, стол накрывать не буду. Но мы не, там и не в Беларуси, что-то столы накрывать. Мы так, посидеть собрались, покушать, покушали. Пообсуждали, поиграли во что-нибудь, может, там, не знаю, попели короки какие. Вот. И все. Все разузнаем. Все узнаем. Мне надо купить соль и сахар. Сахар заканчивается на него еще нормально, а соли очень мало. Я каждый раз, когда я иду в магазин, думаю, надо купить соль и каждый раз забываю. Потому что надо купить соль. И все. Будем пить чай. Хотела уже закрыть. Попка с вами. Так, ребята. Я тут, знаете, что подумала. Зачем бы мне заняться? Я сидела, смотрела, как Никита тут стримит, как играет Fortnite. И подумала. Вышел новый сезон Холостяка. Надо посмотреть. Кстати, может, серия Ривердейла вышла. Надо глянуть. Они, по-моему, выходят по четвергам. И сегодня, представляете, думала, что сегодня четверг. Оказывается, сегодня среда. Новой серии, наверное, нет. Неа. Нету новой серии. Поэтому буду смотреть Холостяка там Тимати. Посмотрим, что да как. Там уже есть сливы, с кем он остался. Там уже замечено в Инстаграме, что тот где-то там на фонде. Бонни стоит. Значит, все, он ее выбрал. Они вместе куда-то там полетели. Но мне пофиг. Мне интересно само шоу посмотреть. Как там все будет происходить. Может, драчки какие-то, стычки. Вот. А кто там победит, не очень интересно. Мне было интересно, кто победит, когда я смотрела с Егором Кридом. И когда я смотрела еще с Бузовой. И все. А остальные мне... Так, я смотрю. Смотрю, а бы смотреть, так сказать. Короче, ладно, так. Находим, где смотреть. И буду смотреть. Естественно, наверное, не все посмотрю. Наверное, какую половину посмотрю. Потом влог смонтирую. Потом еще половину посмотрю. Сегодня мы просто с Никитой хотим еще перед сном посмотреть немножко Барута. А много нам серий осталось? Наверное, мало. Потому что они выходят очень редко. И мы просто в последнее время понесколько смотрим. Поэтому я думаю, что мы уже, в принципе, догнали тот момент, где серии перестали пока что выходить. Ждем, когда выйдут новые. Вот. И завтра у меня опять планы. Мне завтра ехать опять в город надо будет. Господи. Но уже не так рано. Уже не так рано. На 10. На 10 мне надо будет приехать в одно место. Вот. Так что с Никитой вместе сегодня... Точнее, завтра уже не поедем. Ладно, все. Смотрим холостяка. Потом расскажу, как. Нравится мне? Не нравится? Я пришла умываться, смывать макияж перед сном. Сейчас буду монтировать влог. Смотрю, там холостяка. Еще не досмотрела. Я еще даже, по-моему, половину не посмотрела. Думаю, что нужно начинать монтировать влог. Пока будут файлы скидываться, пока будут сохраняться. Я за это время досмотрю холостяка, чтобы время не терять. Вот. Пришла смывать макияж, чтобы не забыть. Потому что когда я... Вчера, что ли, я красилась? По-моему, вчера. Ну, в общем, я такая ложусь спать и такая... Макияж, е-мое. И обратно смывать. Поэтому, пока помню, пришла. Сейчас буду смывать макияж. И уже готовиться ко сну. Никита там еще стримит, но я думаю, он в скором времени закончит. У меня уже все какие-то волосы такие растрепанные. Хотя, кстати, слушайте, ни стрелки, ни тушь, ничего нигде не подтекло, не подразмазалось. Вот. В принципе, неплохо. Это странно. Не лапало, что ли, я сегодня пальцами вот так вот постоянно свои глаза. Что оно все сохранилось. Вот, ладненько. Все, увидимся с вами завтра. Завтра я досниму видео. Сегодня я уже не буду снимать. Оно до сих пор не готово, то, что я готовила. Там еще надо подождать. Оно вроде как почти готово, но не готово до конца. Я как бы боюсь рисковать. Поэтому завтра при дневном свете запишу концовку. Никаких это не будет, посторонних шумов нет. Сама себе спокойно все сделаю. Потом файлы перекину, может сяду монтировать. Но посмотрим, сколько оптимизации будет идти. Потому что в последний раз оптимизация шла, я уже забыла сколько, очень много. В районе четырех, наверное, часов шла оптимизация. А тут видос намного дольше, чем прошлый. И поэтому я боюсь даже представить, сколько там будет идти оптимизация. Вот завтра, наверное, целый день она у меня будет идти. Ладно, все. Всем до завтра. Ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok